Девушки отдыхают В 1997 году страна узнает новое заморское слово «динаминация». Произнести его могут далеко не все. Однако смысл реформы, благодаря широкой рекламе в средствах массовой информации, доходит до каждого. Вскоре без ажиотажа и паники происходит обмен старых денежных знаков на новые, без лишних нулей. Москве 850 лет. Несколько дней на площадях и улицах города – всенародное ликование. Торжественные мероприятия, театрализованные представления, массовые гуляния. Столица России в очередной раз показывает миру, что в любые, даже самые непростые времена, русские умеют отдыхать и веселиться. Московский «Локомотив» отмечает юбилей родного города вторым подряд выходом в финал национального кубка. На сей раз его соперник – «Динамо». Я очень хотел выиграть, да. То есть я пообещал даже, по-моему, руководству, сказал, я выиграю кубок. Ну, я, ну, я имею в виду, мы выиграем кубок, я постараюсь для этого сделать все возможное. Вот, и поеду с чистой совестью, значит, в Португалию, да. Вот, и это удалось все сделать, выполнить задачу. А радость от победы была не меньше. «Динамо» Это был настолько дружный коллектив. Это была действительно команда, которая выходила на поле. Вот действительно чувствовался вот тот характер на поле, который команда показывала. И я думаю, что вот эти качества, наверное, отличали эту команду. Золотое время тогда для «Локомотив» было. В плане, я не беру завоеванные места там, а просто, я имею в виду, что мы сами получали от футбола огромное удовольствие просто. Даже от общения между собой на футбольном поле. «Локомотив» – это та команда, в которой действительно было очень приятно играть. Конечно, матч был напряженный. И мы играли против московского «Динамо». И, конечно, соперник был сильный. Но, повторяю, на тот момент все-таки команда «Локомотив» была скомплектована очень хорошо. И ребята действительно были на футбольном поле одной вот такой команды, которая решала те цели, которые были поставлены перед клубом. Ну, я прекрасно помню этот матч. Мы играли на среднем «Торпеда». Тогда, по-моему, он еще и так назывался против московского «Динамо». Эти матчи всегда очень носили упорный характер. Что в чемпионате, что на Кубке. Ну, почему-то тогда предпочтение отдавали все «Динамо». Там специалисты, я помню, болельщики, говорили, что в 97-м два раза подряд вы не сможете завоевать кубок. То есть надо обязательно выиграть «Динамо». Почему-то у меня запала память, что поле было не очень хорошего качества. Мяч постоянно дробил. Борьба с мячом была. Ну, по-моему, первый тайм остался за нами, что мы больше создавали опасных моментов. И где-то, наверное, в середине первого тайма вот мяч забил Саша Смирнов. Я помню, что как-то я там по краю как-то его протащил, не помню, что-то какая-то борьба была. Мяч отскочил к нему или я отбросил. И он ударил. Забил мяч, да. Ну, если взять владение мячом, скажем, как сейчас принято там, да, процент владения мячом, то «Динамо», да, нас в этом плане, мне кажется, по-моему, переиграл. Но остроты у наших ворот, по-моему, особо не было. Это так и концовка в первый тайм прошла, и второй тайм мы, как бы, скажем так, играли от обороны. Старались так остро контратаковать. Ну, тут где-то во втором тайме, наверное, уже минут за 15, по-моему. Конечно, этот гол, да, очень много споров было. Ну, по-моему, до сих пор даже сейчас никто не может сказать, потому что ни одна камера не взяла, там было в сайт или там нарушение было, что получилось так, что мы с Соломатиным вышли к воротам, вообще никого не было, один вратарь был, все, он мне покатил вдоль ворота, я уже в пустые забивал. Я еще помню, вот, как бы, отдельные матчи, они просто, вот, как сейчас, да, я помню, что вот мяч, он когда покатил, и мяч прыгает, так, дробит, и пустые ворота, а я так вот сконцентрировался, думаю, вот сейчас вот как вот по мячу попасть ровно в центр. Так вот, как-то еще ногу задержал, так, или как перед выстрелом даже, там, кто стреляет, затаили дыхание. Так же я задержал дыхание, так, ну, попал, левой ногой забил. И все, 2-0, и тогда уже, мы уже точно знали, что это кубок наш. И все, ну, потом там в конце, как и положено по сценарию, была небольшая стычка, драка там, все это, эмоции кипели, толкались. Ну, выиграли, да. Я думаю, результат закономерен. Повторяю, что команда «Локомотив», она обладала, прежде всего, тем спортивным характером, теми мужскими качествами, которые на футбольном поле необходимы. То есть на каждом участке поля команда выиграла единоборство, и те голы, которые были забиты, вот именно, наверное, за счет единоборств, за счет того, той самоотдачи, которая была на футбольном поле. Ну, естественно, конечно, еще раз повторяю, это был подбор таких игроков, которые могли обыграть на тот момент любую команду. Все говорили, что вы очень дружная команда. Мы тогда вот играли за счет дружбы, мне кажется. Может быть, у нас не было таких каких-то мастеровитых игроков, как сейчас в нынешнем «Локомотиве», но у нас был очень сильный дух, и за счет этого мы как-то и выигрывали, я думаю, что одержали победу. Юрий Павлович Семин вернул меня в 35 лет в российский чемпионат, и мне было очень приятно, повторяю, находиться на протяжении двух лет в такой замечательной команде, как «Покомотив» Москва. Может быть, если это был десятый кубок подряд, то, может быть, совсем другие эмоции были, но на тот момент у «Локомотива» было не столько много достижений, похвастаться особо, может, и нечем было, но радости меньше не было, это точно, и потому как отмечали. Неплохо! Субтитры создавал DimaTorzok